всем большой привет немножко такого влогового может быть формата но тем не менее сейчас будут именно покупки в основном этот ролик посвящается любителям книг последнее время просто лавина какая-то да у меня книжных покупок это что называется сорвалась да вот я могу себе отказать в уходе в покупках в декоративке в сладком в чем угодно в одежде в сумочках в туфликах но если я уже прорвала меня на книги то это вот просто лавина держите меня семеро и ничего не поможет я уже буду покупать все свои хотелки которые у меня уже в списке были то есть многие книги которые сейчас покупаю у меня когда-то были но по определенным причинам библиотеки у меня дома не стало вот а сейчас она как бы так немножечко восстанавливается тут будут не только мои хотелки но некоторые книги я купила по рекомендациям девочек которые у меня на телеграм-канале в друзьях поэтому вы сейчас все увидите но начну я не совсем с книг вернее с книг но немножко с других попала я тут семейный магнит и свою безумную хотелку я все-таки купила давно мечтала давно хотела это тоже книга но чайная книга базилур да если я правильно чита может быть не туда ставлю ударение я давно на этот бренд чайный смотрела у них прекрасное оформление в упаковках надеюсь что содержимое внутри будет такую же вкусненькая как вот внешне вы только посмотрите хоть так нижную полку ставь взяла не только ради того чтобы попить такой чай от базилур я хочу именно эту книгу шкатулку иметь в своей коллекции она удобна и можно как бы и украсить книжную полку действительно и конечно же она удобна для хранения фотографий я именно для этого его ее взяла у меня есть несколько удобных вот в подобном формате шкатулок для фотографий и сейчас у меня будет именно вот такая книга ладно что эту болтаю давайте я буду еще и показывать одновременно то есть вы ее открываете и выглядит вот так если вы помните не так давно я заказывала фотокнигу это где-то был сентябрь октябрь мне она очень понравился дополнительно заказывала фотографии которые до сих пор у меня лежат в конверте которым прислали тут вот смотрите какие они бывают эти чайные коллекции надеюсь все будет тут видно как я понимаю моя да вот вот это упаковочка но их тут на самом деле у базилура очень много очень красивое оформление конечно но и у меня вот будет я вам сказала как фото украшение то есть это не вынимается так как я понимаю это там вот она приклеена восхитительно конечно выглядит эта книга восхитительно сам чай выглядит дорого красиво но когда я покупала я даже не посмотрела это вообще черный зеленый какой-то часть увидела схватила и побежала думаю даже если там вот просто веники накрошили все равно эти веники возьму то есть вот такая вот первая книга у меня появилась в коллекции она появилась не одна еще появился сундук с сокровищами также базилур вы только посмотрите ну понятно что вы смотрите но это больше как бы восхищение восторг я не знаю это вот такая шкатулка сундук с сокровищами скорее даже то есть он вот четырехсторонний эти шкатулочки сундучки удобно тем что если вы хотите например что-то в них хранить то удобно покупать несколько они хорошо ставятся друг на дружку они даже вот в продаже стояли друг на дружке эти сундуки и очень прочно потому что кто использует для хранения на кухне такие вот упаковочки то это прекрасное хранение для кухни но я не знаю еще подо что но я тоже именно вот баночку хотел это действительно сундук с сокровищами посмотрите какая подача также написано внутри базилур это сокровище также схватила не думая понравится или зеленый или черный с чем там этот чай я даже вам посмотрите да не показала вообще что это за чай какой это чай тут наверняка информация какая то есть но я потом то разберусь если вам что-то видно то хорошо вот так что вот такая книга и вот такой сундук ничего не вижу тут все отсвечивает но давайте вот так я что ли либо потом расскажу не знаю либо потом расскажу как лучше положить их и поставить ну давайте так у меня вдали то я тут намешала в сову тональник и она у меня стоит для косметички но она не будет нам мешать поэтому пусть вот так и у меня вы видите да тюльпанчик все-таки распустился дальше что я вам хочу показать вообще история моя книжная или книжной моей жизни любви к книгам возникла очень давно у нас разница с сестрой достаточно большая и когда она была еще в детском саду и мы с ней вместе ходили в библиотеку брали очень много детских книг сказок я и читала вечерами вслух это было вот просто не то что традиция семьи это вот был ну как это было просто жизнь моя вот что вечерами обязательно читаем книги с огромным удовольствием бежали в библиотеку меняли и читали вот прямо увлеченно запоем она слушала а я вот с удовольствием читала но как взрослым или каким-то более серьезным книгам вообще интереса не было как как-то однажды в 12 моих в 12 лет я была наверное в классе в шестом мне мама сказала света видишь книгу и показывает драйзера дженни герхард и говорит видишь книгу кстати видите она ко мне приехала вот пострадавшие хотя была в пленке но я это увидела уже дома когда открыла но я все равно бы ее взяла наверное не стала бы обратно отсылать все остальное целое игру вижу она вот так ее кладет и сверху пирамидкой вот так разные вещи газеты там я не знаю что и под руку попадалось вот так вот стопочкой наложил и горит я запомнила как все лежит чтоб не трогала почему она год потому что она для взрослых тебе рано такие читать ну вы понимаете да что не просто на эту книгу не заметила вообще в квартире даже если бы она мне ничего не сказала но она настолько меня вот взыграла мое любопытство от ее слов что я так за нижний слой взялась переставила два дня я прогуливала школу я прочитал эту книгу от корки до корки я помню что когда я закрыла там вся в слезах в соплях я переживала за главную героиню я с тех пор ее не читала я ее почему и взяла я хочу перечитать взрослая вот потому что то что я восприняла в 12 лет конечно же у меня сейчас будет совсем другое восприятие и я не скажу что это лучшее произведение драйзера но вот в тот момент я помню что я закрыла и думала почему мне ее было нельзя читать то я этого не поняла вот то есть эта книга которая у меня как бы с историей я про все не буду так рассказывать только вот про нее вам рассказала дальше это тоже книга которую я очень хотела иметься в библиотеке когда-то она у меня была я ее конечно когда-то читала посмотрите как она красиво оформлена она вся прямо светится и переливает разными красивостями прямо вообще очень красиво оформлена это поющие в терновнике колен макалова 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 да правильно вот так выглядит боковинка но прямо очень симпатично мне хотелось иметь это зарубежная классика я ее конечно же читала и фильм когда-то давным-давно смотрел я бы наверно вот ее перечитаю когда а потом пересмотрю фильм но это сто лет назад начало прошлого века очень красивое оформление конечно не написано сто лет назад вы поняли да что начало события происходит первые события в то давнее время книги которые я вам сейчас показываю эти две я на вал берез все книги я заказывал на вал берез кроме двух и сейчас первая которая была куплена в обычном магазине мы с максом ходили когда гулять на днях мы зашли в книжный магазин и увидев книгу вот прямо взяла и вместе с ней ушла из магазина потому что это тоже была хотелка она у меня тоже на вал берез была отложена но когда я увидела в магазине думаю ну почему бы не взять если в принципе то она у меня уже в руках это грозовой перевал хотела я не читала я не смотрела может быть окажется так что и читала и смотрела но вот сейчас не не о чем не говорит то есть мне хотелось ее либо прочитать либо перечитать эмили бронте романа любви и ненависти крепкой дружбы я уже прочитала но о чем речь что тут грозовой перевал это замок до дом а давайте вот так скажем уж кому то тоже будет интересно чтоб я пересказываю то что здесь написано а вот для вас отсюда было начать но я думаю это будет интересно многие читали многие знают и что самое интересное я посмотрела вот я купила за 350 и мне было интересно кто-то из девочек написал что на озоне самым самые дешевые по книгам по ценам но на самом деле везде нужно ловить скидки я сравнивала цены на грозовой перевал именно вот именно вот такая книга на озоне 270 и на вал берез 240 или 250 я взяла за 350 то есть на вал берез она была самая дешевая самая выгодная издательство ст именно вот в этом издательстве я хотела сказать просто это согласно запуталась в словах очень красиво кстати оформленной и вот в этой серии очень много публикации то есть очень много книг минут так выглядит далее harper ли убить пересмешника не раз слышала мне его и порекомендовали еще какие-то книги мне саша порекомендовала какие-то другие девочки вот я вам говорила на телеграм-канале вот я взяла огромное всем большое просто всем спасибо кто посоветовал и мне очень хотелось ее прочитать тоже посмотрите на какая красивая тоже оформление такое интересное и о чем здесь здесь мир глазами маленькой девочки как я понимаю либо события ее глазами поэтому я так думаю будет что-то интересное здесь тоже информация есть пока я только показываю в принципе вам корочки может быть шрифт даже ценными называю цены очень многие 500 600 рублей вот только типа грозовой перевал была 200 по моему 50 но я взяла за 350 магазине а именно на вал берез была подешевле сын у меня заинтересовался манго и уже давно просил какие-то книги но он не любит и я тоже не люблю чтобы жестокость была вот что-то неприятное такое хочется чтобы но мальчишка и так у меня такое но достаточно добрый спокойный уравновешенный и вот мне хочется чтобы он сохранил вот эти свои качества и их не испортил поэтому мы с ним подходили к выбору манги вместе как-то он даже меня совет спрашивал вам как ты думаешь вот что лучше взять и решили взять первую часть бакуман если я правильно читаю это книга интересно тем у кого есть подробности именно подросткам я так думаю у нее двойная кстати обложка то есть есть вот обложку у самой книги вот так выглядит и вторая обложка вот так сверху она такая выпуклая чуть больше 600 рублей также в книжном магазине 800 у нас с чем-то было она это японский автор и я так понимаю что парень или два парня они тут будут сами мангу писать то есть это перед прописателей манги если я ничего не путаю считается она с конца на начала кто с этим знаком те уже курсе а для меня это такое новая страница я только на фоне манги дарам смотрела вот так вот чтобы самой взять и прочитать еще не было у меня такой возможности вот так что вот такая книга у нас появилась будет сын знакомиться с ней тоже посоветовали мне на телеграм-канале сару джио и из трех книг которые мне посоветовали не в мягкой обложке я нашла только ежевичная зима это она ко мне приехала бракованная тут прямо оторван кусок я его тут подклеила немножко тоже видите пропечатано думала выкупать нет но все-таки книги дорогие но поняла так что в твердом переплете сейчас уже не купить я не знаю почему в мягком есть вот по 200 рублей крошечные такие мягенькие эконом варианты но мне почему-то вот хотелось именно уже если я поставлю на пол чтобы смотрелось симпатично понятно что главное содержимое но вот если есть возможность кстати в маленьком в мягком переплете такой такая же иллюстрация только там поменьше сама книга может быть чуток потолще ежевичная зима очень хвалят и помимо того что мне порекомендовала девочка да очень много отзывов на сайте то есть вот я когда делала заказ и под этой книгой те кто брал уже или почитать успел очень хорошие отзывы также знаю что экранизированный но тут даже элемент фильма да тоже кто-то мне посоветовала девчонок я просто не могу вспомнить и вот так на вскидку поименно кто мне что посоветовал но огромное спасибо не смотрела не фильм не читала книгу до встречи с тобой называется поэтому вообще ничего не могу сказать грустная история о маленькой жизни и больших мечтаниях которые заставят вас плакать необычайно захватывающее на удивление романтическое произведение захватывающий роман с которого от которого у вас замирает сердце не знаю вот пока только вот так очень красиво тоже вот оформлено ну и мы с сыном когда были в книжном магазине я взяла себе грозовой перевал он тогда так ничего не выбрал но уже разглядел на полках бакуман она вот я вам сказал 800 было с чем-то я посоветовал давай уже но такие цены лучше на вал берез посмотрим а на вал берез была она 600 с чем-то поэтому 200 рублей тоже имеет значение но потом он с другом сходил в книжный и пришел тоже с книгой и принес 451 по фаренгейту это фантастика про книги вы видите да тут уничтожение книг лучшая фантастика по лучшей цене выглядит вот так дорого 280 а на вал берез около 200 180 кажется так а вот по размеру вот она как раз видите меньше этих всех и мягенькая вот она как раз такая как у сара джио можно в эконом варианте я вам говорила можно выбрать книжки вот в общем вот такие у меня получились за последнее время покупки мне они очень понравились я осталась довольна естественно что я еще ничего не читала только начну сейчас читаю вообще подростковую книгу а да 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 еще вам дать что не показала вы меня наверняка спросить сколько стоит чай так а чай стоил у нас вот чайная книга и сначала чай потом сундучок сначала а потом чайная книга ночью 500 с чем-то каждый и увидела я вот такую открытку тоже она такая красивая напрям 3d что я вся выпуклая птички тут выпуклые цветы выпуклые не знаю что насколько вам это видно прекрасной жизни она вся вот такая вот прямо красивая пусть возможности будет больше чем желание если вот так снять то вот такая 3d шная красивая конечно смогу ли я теперь обратно натянуть эту штучку пленочку то я ее дарить буду открытку поэтому достала только вам показать хочется ее уберечь цветочки не так просто попасть теперь обратно ну ладно придется уже за кадром до хотела все таки воткнуть и вам показать поставить красиво получилось все получилось вот открыточка получилось я наверно даже вот так сделать сову закрою цветочек оставлю вот такая красивая у меня книжная полка вышла на данный момент пока остановилась и денег больше нет это было прям уже вместо всей косметики уходовой декоративной в этом месяце все и теперь только читает но правда я не зарекаюсь но в любом случае сейчас уже все с книгами надо остановиться успокоиться вот и читать то что у меня уже появилось напишите что из этого читали вы что понравилось очень вам может быть что то больше даже этого понравилось будет интересно пообщаться уже в комментариях ну а я буду с вами прощаться всем хорошего настроения берегите себя и своих близких всем пока пока